Басмеллах, саламу алейкум, рахматуллах, вирикатуллах, дорогие братья и сестры. Саудская Аравия, как вы знаете, поставила себе цель ведения 2030. И это ведение у них уже сейчас осуществляется. Они хотят выйти из-под нефти и заниматься уже больше хаджем, умрой, потом развивать другие города. Ну, давайте вот поговорим на примере вот этого ведения. Что же такое ведение Руя 2030, Ишрин Саласин? Это королевское ведение, долгосрочная стратегия, разработанная правительством Саудской Аравии с целью развития страны и снижения зависимости от нефтяной отрасли. И хотят уже снизить эту зависимость от нефтянки и перейти уже на другие направления. Основные ее цели какие? Этой стратегии. То есть, вот это визион 2030 или ведение 2030, а не что? Во-первых, разнообразие экономики. Там они уже развивают туризм. Это мы увидели на туристических визах. Более пяти лет назад открылась эта туристическая виза. Развлечения различные. Они добавляют здравоохранение, улучшают образование. Раньше очень много университетов было религиозного направления. Но сейчас в этих университетах они уже добавили различные факультеты, где обучается молодежь различным специальностям. А это нужно, нужно, нужно. Потому что очень много кто закончил, например, религиозные факультеты, образование получили, но у них никакой нету дополнительной специализации. А это очень нужно, очень нужно, братья. То есть мы, например, со стороны религии, например, дали обучение своему ребенку. Но также его надо научить какой-то профессии. Кем он будет, кем он станет, свою профессию он должен любить, он должен развиваться в этом. Дальше, привлечение иностранных инвестиций, это, конечно, есть такое. Сейчас уже, чтобы достичь своих целей, Саудская Аравия активно привлекает иностранные инвестиции. Сейчас даже виза есть такая, инвестиционная виза. То есть ты платишь там 215 тысяч долларов и ты получаешь эту визу. Или есть инвестор, как инвестор ты можешь зайти на рынок, саудский рынок. Ты можешь зайти как инвестор и открывать свой бизнес индивидуальный. Только для себя, только ты, не нужен там саудиец, не нужны никакие там проблемы с этими саудийцами. А ты можешь сам открыть визу. И для этого Саудская Аравия создала специальные экономические зоны, предоставляются различные льготы и гарантии для инвесторов. Инвестор это мустасмер, который вкладывается. Развитие образования и науки. Стратегия введения 2030 также ставит перед собой задачу развития образования и науки в стране. То есть побольше должно быть образованных людей. Различные открытия, различные проекты развиваются. Но это включает в себя модернизацию учебных программ, развитие научных исследований, поддержку инноваций. Вот это вот мы сейчас, на данный момент мы это видим. И мы вот были в Риаде буквально неделю назад. Как раз был там первый-первый съезд, форум бизнесменов. Приехали бизнесмены из России, которые уже там активно работают в Дубае, в других странах. И приехали вот инвесторы, россияне в Дубай, в Риад. И там вот мы рассказывали, общались, обменивались опытом. И кстати, вот я вот эту как раз, вот эту вот, как она называется. Вот сейчас я вам провожу демонстрацию. Я им вот эту презентацию проводил. Именно вот эту презентацию я им рассказывал. На большом экране. И теперь я сейчас рассказываю вам, дорогие мои братья и сестры. Так, дальше. Укрепление государственного управления. Чтобы успешно реализовать свои цели, Саудовская Аравия стремится улучшить государственное управление, Повысить эффективность бюрократических процессов И укрепить прозрачность и открытость. Это мы видим тоже. То есть можно уже даже через специальный портал. Вот как госуслуги, например. Ты можешь связаться с различными инстанциями. Начиная от верхнего эшелона, там средний, там это, это. Там целая сеть. Там много-много, более 50 что ли сейчас платформ, Которые у тебя в госуслугах. Ты можешь прям с ними связаться, выйти на их порталы. Ты можешь изучать, можешь там задавать вопросы. То есть, ну что-то там большое, очень большое. Это надо изучать. Это надо, конечно, целые, новые проводить какие-то вот эти демонстрации, презентации. Но это в дальнейшем. В дальнейшем, иншалла, если я увижу в этом пользу, То, конечно, можно будет зайти туда уже на примере нашего, например, Абшера. Абшер – это вот портал министерства МВД, короче. И все данные наши там скапливаются. И там можно получить всю информацию на любую тему. В принципе, это можно в дальнейшем развивать. Вы, самое главное, пишите, пишите ваши просьбы, Что вы хотите узнать, чтобы уже по комментариям можно было легче, Чтобы можно было быстрее находить то, что вас интересует, И уже составлять демонстрацию, презентацию и рассказывать про это. Итак, Саудская Аравия. Вот Саудская Аравия. Это большой аравийский полуостров, В котором есть различные города. Инвесторы, конечно, были в Рияде. Они не знали, что есть западная сторона И много других больших городов. Они вот больше на Рияд акцент делали, На Дамам, Джидду. Но я им стал рассказывать про разные города, Что вот все-таки здесь и Дамам есть, и Рияд есть в Рияде. Рияд, это, конечно, столица. Там много денег и много разных бизнес-проектов. И интересно, интересно, очень интересно. Далее вот Мекка. Стал рассказывать про Мекку, Что это Мекка, город паломников. Ежегодно туда съезжаются десятки-десятки миллионов паломников. Потом дальше южные города. Там уже Баха, Абга. Там вот это все Джизаны. Это уже граница с Йеменом. Там вообще города зеленые, горные города, водопады, дожди. Там оттуда идет вся сельская продукция. Потом выше, уже севернее, уже там Медина. Между Меккой и Мединой 440 километров. Далее еще выше, там уже граница Иордании. Это уже, конечно, новые города. Неом, стратегические города. Там уже строится, конечно, инфраструктура. Огромные-огромные там проекты строятся. И там шесть больших проектов, куда вкладываются и вкладываются люди. Но это в будущем, в будущем, может быть, мы с вами еще об этом и поговорим. Но Саудская Аравия, конечно, она большая. И проектов очень много, городов очень много. И можно работать, работать и работать и работать. Мы же будем с вами рассматривать сейчас Мекку и Медину. Ну и Джиду тоже можно даже затронуть. И вот, как я вам говорил, Ведение 2030 – это, конечно, огромные программы. Это, например, развитие финансового сектора. Потом финансовой устойчивости программы специально разрабатываются. Трансформация сектора здравоохранения. Потом жилищная программа. Дальше, что у нас с людьми связано. Развитие человеческого потенциала. Потом еще что там. Национальная программа промышленного развития. И логистики. Естественно, логистика. Тут все нужно связать. Промышленное развитие. Здесь есть промышленные города даже. Янбу. Если поехать в Янбу, это вообще. Янбу, ты как будто куда-то в Америку попал. Там все по-американски. Даже светофоры, даже транспорт. Даже автовокзал там сделан вообще прекрасным образом. Как будто где-то в Америке, в каком-то штате. Даже полицейские машины, и то американского стиля. Там очень много. Потому что фирм. Ну, вы знаете эти. Арамко. Это известная еда. Город. Завод. Огромный. Ар-Ам. Арабско-американская компания. Ар-Ам-ко. 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 Где оттуда качают очень много-много нефти, переработка и прочее-прочее. Ну, и других там заводов. Очень много фабрик. Тысячи-тысячи фабрик и заводов. Об этом мы тоже будем говорить. На данный момент вот мой директор, он занимается именно этим. Они сделали платформу, куда загоняют 12 тысяч заводов, вот этих производителей в Саудской Аравии. Потому что Саудская Аравия, она как бы сейчас работает над тем, что над этим брендом сделано в Саудской Аравии. Сделано в КСА. Вот над этим брендом. И, конечно, она проталкивает везде этот бренд, чтобы сделано в КСА, в Королевство Саудской Аравии. И это прям вот, оно шло, прям и был зеленый-зеленый-зеленый свет над этим. Ну, и, естественно, развивается вот это промышленное развитие. И вот эта платформа, где 12 тысяч производителей, заводов различных. Я вам даже об этом буду в следующих видео рассказывать, иншаллах. Сделаем ссылки. Пока просто мы сейчас работаем над этим. В дальнейшем, в дальнейшем, в дальнейшем большой мега-мега проект будет. И, я думаю, вам будет всем-всем интересно участвовать в этом. Дай Аллах, дай Аллах. То есть, любую продукцию вы можете заказывать через этот портал. Заказывайте, получайте хоть куда. Приходит вам любая продукция из Саудской Аравии. Так, далее. Программа какая? Пилигримский опыт. Но это уже программа, над которой мы работаем. Уже сколько лет это все паломники. Пилигримы – это паломники. Паломники, которые приезжают на Умру, на Хадж. Круглый год, круглый год. То есть, 12 месяцев Мекка встречает. И Медина встречает паломников. 12 месяцев в году. 365 дней. И это вот эта программа, над которой мы сейчас работаем. И о которой я вам буду рассказывать. Дальше. Программа приватизации. Это тоже не за горами. Остался буквально месяц приватизация. Иностранцы могут покупать недвижимость. Иностранцы здесь могут вкладываться. Строить заводы. В общем, очень интересная программа. И над всеми этими программами надо, конечно, работать, изучать и объяснять. И в дальнейшем, чтобы все наши братья и сестры из России, из СНГ принимали участие в этих всех программах. Дорогие братья, обязательно нужно принимать участие в этом. Подключаться, вливаться. Ну и что-то, что-то сделать. Какой-то мост, я не знаю. Мост связать Саудовскую Аравию со странами СНГ. Со странами, вообще с разными странами. Ну и программа фонда государственных инвестиций. Есть еще другие программы, которые я сюда не поставил. Я пока указал такие самые главные программы. Это все введение 2030. Это все введение 2030. Дай Бог, дай Бог, дай Аллах, чтобы вы, все, кто вот смотрит, принимали участие в этом введении и внедряли свой опыт, свои знания, свою продукцию, чтобы все-все-все-все сюда вливалось. Ну и бренд халяль развивался, конечно, здесь наилучшим образом. Дальше, как я вам говорил, программа «Пилигримский опыт». Давайте остановимся на нем. И вот «Пилигримский опыт». То есть для того, чтобы паломнику приехать сюда, в Саудовскую Аравию, конечно, здесь есть работа до приезда, работа во время приезда там, там логистика подключается, авиабилеты подключаются, туристические компании. Ну и вот над этим надо работать. Мы сразу выявляем здесь такие моменты до прибытия. То есть до прибытия там, естественно, офисы. Это офисы или представительства, или там имамы мечетей, или там какие-то там есть агентства, которые набирают людей. Далее, нужно заниматься прибытием и отбытием. Это уже авиабилеты. Авиабилеты, как человек прилетит, как человек уедет. Нужно составлять логистику полную. Ну и сюда уже включать что? Также транспорт. Транспорт. Мы составляем накладные уже, полную накладную маршрутный лист составляем. Когда, во сколько прилетают, во сколько вылетают, куда прилетают Меккейли, Медина, или Джидда там, или это, или то, составляется целый маршрутный лист, прописываются дни, даты, часы, экскурсии, там выезд туда, выезд в Таев, выезд в Джидду, выезд еще куда-то там. В общем, составляется полная карта маршрутная. И по ней уже паломников, там маршрут какой там составляется, там на 10 дней, или на 14 дней, или на месяц. В общем, все прописывается. И, естественно, по этому маршруту уже движемся дальше. Города, например, выбираются города, две священные мечети и священные места. То есть есть мечети и посещение каких-то мест, куда мы возим паломников и рассказываем из Сиры, как что и было там. Далее, там, не забываем также про медицину, здоровье и безопасность наших паломников. Это тоже целый отдельный пункт. Например, во время хаджа большие компании привозят с собой врачей. И те обслуживают паломников. Гостеприимство, естественно, тут нужно знать, какое гостеприимство. И изучение Саудской Аравии. То есть мы изучаем какие-то места, смотрим, катаемся, горы смотрим, море, посещение, там еще что-то, еще что-то. В общем, много проектов разных, над которыми можно работать и работать. Вот над каждым из этих проектов, это вот пилигримский опыт, мы с вами сейчас разбираем программу, над каждым из них стоят большие-большие-большие компании, много разных там проектов, и можно там зарабатывать. Можно там работать, зарабатывать награду и зарабатывать себе ризык, халяльный ризык. Так, давайте будем смотреть, кто, ну как бы составляем мы, с кем мы имеем дело, да, кто наши клиенты. Естественно, паломники, паломники во время хаджа, во время умры и просто посетители, турист, туризм, по туристическим визам, которые приехали или которые приехали учиться, вот мы на них делаем акцент. То есть, все, мы, например, работаем в этой сфере, значит, наши клиенты, вот такие-таки люди, которые хотят приехать в Мекку, в Медину, там в Джиду, посетить вот эти города, вот эти города посетить, там более 20 университетов, подать документы в университеты, заодно побывать в разных городах. В общем, мы поняли, кто наш клиент. Дальше, какими транспортами они будут приезжать. Кто-то в Джау, это воздушный, наземный бар и морский бахар, то есть разные виды транспорта, накль, морские порты. Так, куда едут люди? Если паломничество, значит, Мекка, Медина и священные места, и прохождение через Мекаты, это значит, там нужно и храмы одевать, там нужно облачаться в их храм, входить в состояние храма, это целый урок по этому поводу, это нужно рассказывать. Медина, это тоже там в Медине есть, места, где мы должны быть. это все мы должны показать людям, рассказывать людям. Но нам здесь нужны руководители, грамотные инструкторы, грамотные гиды. это целая сфера для братьев и сестер, которые могут работать в этой сфере. Дай Аллах, мы будем над этим работать и будем делать всякие видеоролики, рассказывать и рассказывать, чтобы люди получали профессию, чтобы люди изучали, учились на наших роликах, и потом приезжали, сюда работали здесь, рассказывали паломникам на разных языках, на узбекском, на таджикском, на татарском, на русском, на разных языках, чтобы обслуживали наших паломников, баракалов и ком. Дальше, какая услуга тут должна быть? Ну, естественно, тут работа с авиакомпаниями, а это значит там и туризм, все здесь связано, туристические агентства, то есть можно работать с турагентствами, например, в России, сколько турагентств? Возьмем, ну, просто скажу, там 300 штук, например, да, 300, хотя вполне вероятно, что их больше турагентств, много-много-много турагентств, например, только по Умри и Хаджу в Узбекистане я насчитал более 400 турагентств, это только, которые занимаются Умри и Хаджу, это в том году я насчитал, а сейчас еще больше, наверное, уже 500-600, наверное, турагентств, мелкие, большие, крупные, средние, а есть же турагентства, которые не занимаются в Саудской Аравии, то есть у них различные направления есть, но предложите к ним, придите к ним, напишите им письмо, свяжитесь с ними через там соцсети, там выйдите на них, там предложите, скажите, давайте через ваше агентство откроем новое направление и разовьем это новое направление и будем работать по этому новому направлению. Можно же сделать какое-то письмо и расслать всем, и поддерживать связь, и если, например, просто вот скажу, там 200 агентств, 200 агентств туристических, если 200 агентств агентств в месяц вам приведут по одному человеку, по одному клиенту, то тогда у вас будет 200 клиентов. Для них, для агентств большой плюс, что у них появилось направление, халяльное направление, мусульманское направление, арабская, Саудская Аравия у них появилась, это для них еще один какой-то бонус, это для них еще какое-то новое направление, на котором надо работать, можно работать, не нужно работать, и как бы уже паломники будут приходить из разных городов, и я думаю, если через вас будет в месяц 100 человек, 200 человек приходить, это большой прорыв, большой прорыв. Дальше, ну, естественно, проживание, транспорт, здесь нужно, Мекка-Медина, это проживание, все здесь, отели, 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 дома паломников, это города, ну, где тысячи, тысячи домов, да, специальные, которые для паломников, для паломников, испокон веков, эти все дома сдавались, рабы сдавали свои жилища, для пилигримов, для паломников, понятно, да, и сейчас, конечно, отели, это города отелей, Мекка, это город отелей, там более 15 тысяч отелей, представляете, разных звезд, разной звездности, так, транспорт, естественно, здесь около сотни компаний, транспортных, крупных компаний, известных компаний, бренды, саудовские имеются в виду, у которых даже автопарки насчитывают до 15 тысяч автобусов, потом операторы мобильной связи, здесь нужно знать, какие операторы, кто здесь, киты, какой тариф они предлагают, что можно, где можно брать сим-карты, где можно, где не нужно брать сим-карты, это целое направление, кто может заниматься этим, конечно, сейчас, раньше это было проще, там занимались все подряд, сейчас, конечно, более строго, сложно, но надо думать, надо думать, как это все облегчить для наших паломников, потому что, если кто-то эту тему разовьет, и сейчас есть даже международные сим-карты, есть разные там другие направления, короче, надо думать над этим, изучать, составлять, как бы таблицы, все проверять, да, дальше, кейтеринг и розничная торговля, это тоже очень важная вещь, что кушают наши паломники, что они едят, что они пьют, ежедневно нужно же покушать людям, какую пищу мы им предоставляем, узбекскую, национальную, казахскую, чеченскую кухню, или острую, там, пакистанскую, и прочее, прочее, инфраструктура, смотрим инфраструктуру, здесь, конечно, дороги, аэропорты, вода, электричество, две священные мечети, святые места, мобильный интернет, исторические места, музей, сокровища, туристические направления, это, конечно, очень много чего здесь запускается, и улучшается, и над которым работает непосредственно Хокумат, то есть государство, и улучшаются, улучшаются условия, и все больше требований предъявляются к вот этим всем компаниям, для того, чтобы повысить, повысить качество. Логические операции, логистические, здравоохранение, безопасность, данные, информация, информационно-просветительская деятельность, надзор, мониторинг, коммуникальные, муниципальные службы, ну и прочее, 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 здесь, конечно, это огромные, огромные, тут я говорю же, здесь вещи проводятся ежедневно, ежедневно, причем Саудская Аравия вкладывает большие деньги, для того, чтобы улучшать, и улучшать, и улучшать, все эти направления, я даже внедрили уже сейчас бесплатные, вот автобусы ездят по Мекке, представляете, 400 автостанций, автобусы ездят, такие красивые гармошки, а это же, представляете, это же за этим всем стоит, какая-то огромная фирма, корпорация, которая закупилась, вот эти остановок, купила она, там, автобусы, вот эти гармошки ездят, то есть, проделали колоссальную работу, это только относительно, вот, перевозки, сейчас они, конечно, уже на платный, переключаются на платный режим, но это большой плюс, что в городе ездит городской транспорт, общественный, ну и другие, другие моменты, факторы влияния, экономическое управление, это уже государственные вопросы, над которыми можно долго, долго разговаривать, но это пока нас, не особо должно интересовать, давайте дальше перейдем, потому, что это, это, презентация была для инвесторов, для инвесторов, и нужно было много чего показать инвесторам, что надо, надо сюда вкладывать, да, куда нужно заходить, сейчас, конечно, упрощенные требования, для получения виз, в течение, там, одного часа, можно получить визу, представляете, не как раньше, два месяца, три месяца ждали мы, какие-то визы, сейчас, эту визу можно получить за час, ну и статистика, вот, небольшая статистика, что, например, в 1440 году, это пять лет назад, были визы, просто, обычные визы выдавались, там, 3909, виз выдавали из России, там, умра визы, там, посещения, учебные, но потом, когда, вот, в 41 году, 4 года назад, включили, уже, сайт, по выдаче туристических виз, вы увидите, вот, сразу коричневым, 8794, а, и того, в три раза, в три раза поднялось, направление, то есть, это туристических виз, оно сразу дал скачок, и сколько, сколько людей приехало, 10750 из России, из Казахстана приехало, там, 18000, представляете, почти 19000, из Канады, из Канады приехало, 16000, и Америка, там уже, конечно, уже там, смотрите, это, что у нас, флаг Америки, или это, Великобритания, я сейчас уже запутался, Великобритания, 66000, я сам даже удивился, что-то, неужели такое количество, но это статистика, то есть, люди едут, больше и больше, люди приезжали, по каким визам, приезжали, не по умровизе, а по, туризму, это, статистика, по туристическим визам, понятно, да, дальше, сколько разных направлений, конечно, здесь сейчас проводится развитие развлекательных культурных мероприятий, что много-много в Мекке, в Медине появляются парки, там специальные вот спортивные дорожки, люди вот в мечеть Роджихи приезжают, люди отдыхают, там братья организовывают, там ковры, там вот как у нас есть, выехать на природу, да, например, и каждая группа паломники приезжают, там плов делается, там развлекаются, там люди в мечеть ходят в большую, там намаз коллективный читают, там потом собираются, там они там игры проводятся, какие-то эти студенты собираются, там футбол играют, там волейбол играют, там еще разные вещи, целыми днями там проводятся какие-то мероприятия, далее, реабилитация и модернизация исламских исторических мест, открываются много-много музеев, открываются много-много разных там каких-то направлений, куда люди приезжают, экскурсии проводят, там туда-сюда смотрят, рассказывают им, там показывают культуру, достопримечательности, питание, там проводятся сезоны, например, сезон по еде, представляете, собираются крупные-крупные-крупные повара, собираются там форумы, по умри, по хаджу, трехдневные, там такую дауру проводят, там они выставку, дауру сказал, выставку проводят, где люди приезжают с разных стран, раньше ты бегаешь, там 250 фирм, чтобы тебя пройти, надо год потратить, а тут ты на выставке можешь за один день 250 фирм визиток взять, брошюрок взять, договориться с кем-то уже и работать с кем-то, представляете, это же большая работа проводится, очень большая, улучшение качества услуг и удобства, это обязательно, отели старые, уже они не проходят классификацию, не проходят стандартизацию, не получают уже разрешение на то, чтобы работать, принимать гостей, из-за этого к ним министерство, министерство туризма, министерство развития, там министерство хаджа умры, выставляют различные требования, если ты не соответствуешь этим требованиям, тебя закрывают, отель просто закрывают, вешается стикер, вот недавно был бум, 300 компаний, 300 отелей были просто закрыты, представляете, закрылись, даже там паломники были, приказано было в течение дня выселить тех паломников, расселить по другим отелям, представляете, то есть отель не соответствовал каким-то там стандартам, условиям, не получил там сертификат, который каждый год он должен получать, это как техосмотр машины, и все, вот над этим тоже работа, 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 ведется, так, совершенствование упрощенных процедур, оказание услуг паломникам, это тоже каждый раз, все разрабатывается, 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 лучше, 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 иногда вот думаешь, почему эти менты хотел сказать, полицейские нас ругают, почему они на нас кричат, на наших паломников, почему они вот здесь закрыли, почему они вот так, вот сюда не пускают, ты начинаешь думать со своей стороны, а ведь там ведь целые институты, они целыми днями репетируют, тренируются, камеры установлены, тепловизоры установлены, если там скопление людей, допустим, превысило допущенные, там этот, разрешенные стандарты, все, они сразу блокируют, так, сюда нельзя, уже не запускайте, все, там уже все, захмат, столпотворение, там могут люди пострадать, так, давайте выводить их на левое крыло, на правое крыло, сюда уже не запускайте, эти двери закрывайте, вот так работают люди, воспитание духа, гостеприимство среди персонала, это обязательно нужно, что они должны, вот у нас есть же там, клиент всегда прав, такой, а здесь паломник, это гость Аллаха, он всегда прав, Аллах Субанна Аталия его пригласил, это гость Аллаха, какой-нибудь генерал должен прям сразу, сразу видишь иногда такие вот, иногда посты, где там генералы, офицеры, солдаты, там помогают паломникам, воду дают, там зонтик над ним, подержат, там еще что-то, подсказывают, рассказывают, ты же гость Аллаха, ты же паломник, ты приехал сюда, то есть, ну, показывают свою культуру, используя технологии для облегчения путешествия, естественно, нужно, нужно над этим работать, и многие, многие, многие там, какие-то вот стартапы, здесь целые, целые, мы в Рияде посещали, огромный стартап, проект, который помогает, огромное здание, высотное, и там столько проектов, столько разработчиков сидит, все стартапы, там проталкиваются, ну, это как вот Сколково, как вот, в Казани, Иннополис, есть там, силиконовые долины, всякие, прочее, прочее, здесь тоже есть, такая, уже, в Рияде, я вам об этом поговорю, еще расскажу, я много там фотографий сделал, мы когда посещали, вот с этими инвесторами, этот, стартап, точку, вы главное, подпишитесь, субханаллах, чтобы не пропускать такие видео, это же интересно же, подписывайтесь, небольшую рекламу сделаю своему каналу, нажмите на колокольчик, как говорят, даже Нур, дядька Нур, старый дядька Нур, свои 50 лет уже там, призывает, нажимать на колокольчик, прошу прощения, если кого-то это, если кому-то это не нравится, так, мы программу, пилигримский опыт, да, мы программу пилигримов, и так, мы об этом уже говорили, что на самом начале, есть работа, очень много работы, как привлекать, то есть, вот кто, например, в России сидит, или в СНГ, там, в любой стране, в любом государстве, там есть, есть люди, есть мусульмане, и они хотят поехать на Умру, сделайте, настройте рекламу, там, настройте какие-то баннеры, настройте что-то там такое, где-то у вас в магазине, может быть, распечатайте, какие-то брошюры, буклеты, договоритесь с этими, с Умру компаниями, с туристическими компаниями, которые привозят на Умру или на Хадж, договоритесь с ними, ребята, я вам буду приводить клиента, за каждого клиента, мне там 50 долларов, там, агентское вознаграждение, некоторые компании предлагают 100 долларов, 150 долларов, в зависимости от пакета, VIP пакеты, там, 200 долларов, даже получают люди за привлеченного клиента, то есть зарабатывайте вот на этом, на начальном этапе, то есть вы там у себя находитесь, людей привлекаете, привел клиента к компании, отдал, получи агентский, человек уехал, получи агентский, ты можешь зарабатывать на этом, есть некоторые братья, которые в Москве сидят, они сами сюда не приезжают, они вот там сидят, просто они привлекают людей, они там, я не знаю, какие они подключают разные каналы, но они работают над этим, и они просто за привлечение клиентов, они в месяц, ну, зарабатывают 10 тысяч долларов, сидит в Москве человек, приводит людей в компании, зарабатывает 10 тысяч долларов, вы тоже можете все это, этим делом заниматься, естественно, нужно, нужно это разрабатывать, нужно вот этот, создать целый институт, нужно вот просто, просто учить людей, да, и создать вот эту, прям вот всю эту инфраструктуру, вот чисто вот как людей набирать, да, это же, это же вообще интересно, 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 это целое искусство, как людей собирают, как людей привлекают, бар калафейкам, далее, там, кто-то занимается авиабилетами, да, у кого-то авиакассы, там, они там, там, занимаются этим авиабилетами полностью, какой тебе маршрут нужен, откуда из Уфы и вылет, из этого, из Махачкалы, из Грозного, из Москвы, они составляют, там, договорятся с авиакомпаниями, если, тем более, это огромные туристические компании, они, у них вообще выкупаются самолеты, это целые, логистические, эти сидят, прям, центры, кабинеты, люди там, занимаются этими вопросами, и, зарабатывать на этом, далее, там, работа в, в Мекке, в Медине, паспортные, визовые, там, трансфер, автобусы, там, этот, как его, запущен сейчас, вот этот, сапсан, между Меккомединой, ездит, скоростные, скоростные поезда ездят, но это же все интересно, это же целое направление, над которыми надо работать, и где ты можешь заработать, и награду, и денег заработать, вот, подключаться нужно просто, подключаться, изучать, развивать эту тему, рекламировать, и, вперед, вперед, вперед проталкивать, и улучшать качество, повышение стандартов, качество объектов и услуг, ну, над этим нужно, можно много, много, много разговаривать, рассказывать, делать видео, презентации, и прочее, прочее, улучшение условий аэропорта, для паломников, качество предоставляемых услуг, кто встречает в аэропорту, человек должен, который встречает, у него должна быть жилетка, даже там, в Москве, в Домодедово, люди, когда приезжают с разных регионов, кто-то на машине, кто-то на автобусе, кто-то на поезде, кто-то сам добирается, кто-то еще как-то там добирается, с кем-то, группами, там какой-то шарик повесить, там какой-то воздушный шарик, который там в аэропорту, там стойка такая-то, там поставить человека, там в жилетке, там стоит, встречает, на телефоне отвечает, там давайте, давайте 50 человек, 100 человек, собирает он, он свое дело сделал, людей собрал, проверил, проводил их на стойку регистрации, помахал им рукой, все, давайте, ребята, ушел, вот такие люди нужны же в любой туристической компании, такие люди, которые общаются, которые знают, которые знают разные языки, которые могут рассказывать, подсказывать, объяснять, такие вот нужны, вот заводилы, это я только один пункт, только-только один пункт, об этом можно, про аэропорт, можно разговаривать и разговаривать, так ведь, где намаз люди читают, повышение качества транспортного, служебных паломников, благоустройство автодорожных станций, здесь, конечно, тоже много-много можно, где улучшать качество, расширение возможностей обслуживания, обеспечение доступности вариантов, ну, я говорю, это, это вот я вот, что здесь я написал, это нужно над этим говорить, 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 много-много-много, но и там розничная торговля, в аэропортах, розничная торговля, в том же автобусе, даже ты едешь, рассказываешь что-то человеку, в том же отеле, когда живут с тобой люди, и которые говорят, а где купить масло от Мина, а где купить вот это, а где купить вот то, людям же интересно, все, что привезено, там, из Мекки, из Медины, Финики, где купить, человек должен знать, не просто он гид, инструктор там, ты можешь быть и гидом, инструктором, но ты можешь еще прокатиться с людьми, рассказать людям, донести людям, и ты еще можешь еще заработать на этом, субханаллах, или любой паломник, который там в автобусе едет с этой группой, который знает уже, вот даже раз, раз, ага, вот там где-то Нур рассказывал, где вот там можно купить вот это, ага, где духи можно, где можно туалетную воду, а вон там есть это, молоко верблюда там, а вон там есть глазные капли, там для глаз, гриб такой-то, такой-то, ребята, столько направлений, работать с паломниками, награда в обоих мирах, ля-и-ля-и-ля-лах, заработать можете еще, помочь, облегчить, субханаллах, ну давайте подключайтесь, субханаллах, реально-реально, это целый мир, это одно вот направление, это одна программа пилигримов, это может быть 5% из того, из той программы, которую поставила себе цель 2030 Саудской Аравии, над которой нужно работать, мусульманам нужно участвовать, работать, развивать, это наше направление, где мы должны развиваться, а иначе придут всякие букинги, еврейские компании, там каяки разные, там триподвизоры всякие, и будут забирать у нас все, забирать все сливки, а годы какие-то, зачем они нам нужны, когда у нас есть много-много братьев и сестер, которые умные, у которых много потенциала всякого, много знаний, много-много-много вещей, просто нужно направить их туда-сюда, туда-сюда, ты работай в этом направлении, ты работай в этом направлении, и вы можете сделать меккобукинг, меккагода, меккатрибадавизор, там, мекк-мекк-мекк, еще какие-то там, каяки, маяки, евреи же работают, а почему мы не работаем? Аркалавфикум, ваджазакум Аллаху, хайран, хайральжазак, субханакаллаху, мехамдик, ла-йла-йла-йла-йланд, астагфиракбату, велики.